Уважаемый Имамалий Шарипович, уважаемые гости, дорогие друзья, для нас большая честь принимать нашего дорогого гостя, большого друга Азербайджана, президента братского Таджикистана Имамалий Шариповича Рахмона с государственным визитом. Мы сегодня и в расширенном составе, с участием членов делегации, также в встрече ТЭТАТЭТ обсудили широкий спектр вопросов нашего взаимодействия, дали конкретные поручения членам правительств наших стран по реализации многих проектов экономического характера, проектов, связанных с промышленной кооперацией, сотрудничеством в гуманитарной сфере. И к концу года, когда Имамалий Шарипович вновь нас посетит, мы еще раз пройдемся по всем вопросам и будем контролировать реализацию данных поручений. Я пригласил президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято. Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана. И уверен, что наши таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов. Основа нашего взаимодействия – это воля наших народов, которые на протяжении многовековой истории сотрудничали, дружили, вместе созидали. Сегодня наши межгосударственные отношения вышли на самый высокий уровень. Мы только что подписали декларацию о стратегическом партнерстве, что отражает характер, дух наших отношений, а также волю наших народов. Декларация охватывает практически все сферы взаимодействия. В ней выражена взаимная поддержка и нацеленность на конкретный результат. Мы сегодня подробно обсудили вопросы экономического взаимодействия. Наряду с декларацией о стратегическом партнерстве подписано еще 13 документов, всего 14, часть из которых подписана. Здесь часть была подписана ранее. Это укрепляет значительно договорно-правовую базу наших отношений. В преддверии визита президента Татюкистана был проведен бизнес-форум, в рамках которого также были подписаны документы, меморандумы о взаимопонимании, о которых сегодня нам докладывали. И думаю, что это позволит нам значительно нарастить объем взаимной торговли. Дни культуры Татюкистана в Азербайджане, которые проходят в эти дни, длятся несколько дней, почти одну неделю, также являются важным событием в двусторонних отношениях, а также, думаю, и уверен, что доставляет радость азербайджанским зрителям, которые имеют возможность ознакомиться с богатой культурой таджикского народа. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы, связанные с промышленной кооперацией, и то, о чем говорили, и те поручения, которые были даны членам правительств, уверен, будут реализованы в кратчайшие сроки. Транспортная сфера также была в центре нашего внимания. Мы подробно прошлись по вопросам, связанным с логистическими звеньями, с тем, чтобы сделать средний коридор и часть его транскаспийский, транспортный коридор более привлекательным для грузоотправителей из Таджикистана. Я информировал моего коллегу, что Азербайджан на своей территории практически завершил все основные транспортно-логистические проекты и сегодня готов принимать большие объемы грузов из разных направлений – с востока на запад и обратно, с севера на юг и в обратном направлении. Мы также обсудили сегодня вопросы, связанные с геополитическими изменениями, ситуацией в мире, ситуации в наших регионах, подробно прошлись по укреплению мер безопасности и наращиванию сотрудничества в этой сфере, равно как и вопросы, связанные со сферой образования, культуры, сельского хозяйства. Иными словами, даже состав делегаций наших стран говорит о широкой повестке дня. Но и главное, конечно, это искренность в наших отношениях, дружеский, братский характер отношений между Таджикистаном и Азербайджаном и, конечно же, личные контакты глав государств. Я в прошлом году дважды посещал Таджикистан с государственным визитом, а также Имам Али Шарифович пригласил меня в качестве почетного гостя на саммит глав государств Центральной Азии. Также в прошлом году мы проводили саммит глав государств Центральной Азии Азербайджана в рамках программы ООН СПЕКа. И Имам Али Шарифович посещал нас. То есть наши регулярные контакты в Таджикистане, в Азербайджане, не говоря уже о встречах в рамках международных мероприятий, конечно, являются важнейшим фактором нашего взаимодействия, дают мощный импульс всем направлениям с тем, чтобы насыщать отношения конкретикой. Я еще раз, уважаемый Имам Али Шарифович, вас от души приветствую. Благодарю, что приняли приглашение, совершаете государственный визит. Желаю братскому народу Таджикистана под вашим руководством новых побед. Я, как человек, который посещает Таджикистан уже на протяжении почти что 20 лет, каждый раз являюсь свидетелем масштабных преобразований, развития экономического, социального, успехов в градостроительстве. И каждый раз, посещая Душанбе, вижу, насколько становится город красивее и удобнее для жителей и для гостей. Поэтому еще раз поздравляю со всеми свершениями и желаю вам и братскому таджикскому народу новых успехов. Спасибо, уважаемый Иван Генедорович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы сердечно поблагодарить президента Азербайджанской республики, моего дорогого друга и брата Тахама Генедоровича Лива и братский азербайджанский народ за традиционное гостеприимство, высокое внимание и радушный прием. Очень рад посетить в очередной раз прекрасный город Баку с древней историей, которая сегодня является одним из крупнейших промышленных, экономических и научно-технических центров региона. Неповторимый облик столицы Азербайджана является воплощением динамичного социально-экономического развития страны и устойчивого роста благосостояния азербайджанского народа. Наши сегодняшние встречи прошли в конструктивной и доверительной атмосфере характерной таджик-со-азербайджанским отношениям, дружбе и сотрудничестве. В ходе переговоров мы обстоятельно обсудили весь комплекс взаимоотношений двух стран. Достигли ряда важных договоренностей, которые значительно укрепляют базовую основу их долгосрочного развития. Как отметил уважаемый Ирхан Гейдарович, сегодня мы приняли историческое решение, которое поднимает уровень наших межгосударственных отношений до стратегического партнерства. Данное решение, безусловно, открывает новую страницу в истории нашего сотрудничества. Со своей стороны хотел бы отметить важность поддержания регулярного политического диалога на всех уровнях. Таджикистан и высоко ценят лишний вклад президента Азербайджана Ирхана Алиева в развитии двухсторонних отношений наших стран. Во время переговоров особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан. В центре нашего внимания были вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Поручили правительство наших стран взят под строгой контроль полную реализацию межправительственного плана мероприятий по экономическому сотрудничеству до 2025 года. С целью более эффективной работы совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества мы предложили поднять уровень ее с председателем до вести примеров. Также обменялись мнениями касательно содействия развитию межпарламентского диалога. В ходе переговоров мы вновь обозначили свою готовность в приоритетном порядке и рассмотрелось возможное участие азербайджанских компаний и финансовых учреждений в реализации проектов и программ в Таджикистане. Бизнес-форум, который прошел в Баку в рамках нашего визита, показал, что стороны располагают с широкими возможностями для развития своих торгово-экономической связи. Выражаю надежду, что его результаты наряду с подписанными сегодня двусторонными документами дадут импульс нашему сотрудничеству на этом направлении. С чего стоит отметить, что общая сумма подписанных в рамках форума коммерческих контрактов и договоров в целом составила свыше 700 миллионов американских долларов. Дали конкретные поручения профильным министерствам и ведомствам выработать новые подходы к расширению номиклатуры взаимно поставляемых товаров с целью расширения объемов товароборота между нашими странами. В ходе переговоров мы уделили особое внимание аграрной сфере. Мы приветствовали подписание дорожной карты по развитию сотрудничества в области туризма. В этой связи поручение профильным ведомствам в том числе принят меры по возобновлению правильного авиасообщения между нашими столицами. Отдельное внимание уделили сферам транспорта и коммуникации. С удовлетворением отметили тенденцию роста объемов грузовых перевозок в таджикских, государственных и коммерческих структур по территории Азербайджана. Мы выразили признательность азербайджанской стороне за предоставление таджикским грузоперевозчикам приемлемых транзитных тариф. Важное место в нашем переговоре занял вопрос культурно-гуманитарного сотрудничества. В этом контексте акцентировали внимание на развитие сотрудничества в сфере образования. Договорились увеличить количество взаимно выделяемых код на обучение в вузах двух стран. Культурные мероприятия, которые проводились в рамках визита, еще раз подтвердили интерес и стремление граждан наших стран к знакомству с культурными достижениями друг друга. Мы предложили нашим друзьям провести в следующем году в Таджикистане для культуры Азербайджана и в рамках этого мероприятия организовать фестиваль дружбы таджикского и азербайджанского народа. В ходе переговоров были обсуждены риски и угрозы безопасности. Со своей стороны, хотел бы отметить, что нынешняя ситуация в мировом сообществе продолжает оставаться сложной и напряженной. Ползаясь возможностью, хочу подчеркнуть, что Таджикистан выступает за решение всех противоречивых конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности. В этом контексте важное место отводим борьбу с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснационально организованной преступностью, включая гиперпроступность и контрабандную наркотику. Считаем необходимым по этой линии усилие координации работы спецслужб и других профильных ведомств. Высказались за продолжение практики и поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Приветствуем проведение Азербайджана в этом году очередной сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата КОП-29. Хотел бы подчеркнуть, что мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджийско-азербайджанских взаимодействий. В завершении хотел бы еще раз выразить вам, уважаемый Илхан Гейдарович, и братскому народу Азербайджана искреннюю благодарность за радушный прием и братское гостеприимство. Также хочу отметить, что я в целом продолжении нашего конструктивного диалога с большим удовольствием пригласил моего дорогого друга и брата Илхана Гейдаровича Алиева посетить с визитом Таджикистан. Большое спасибо. Благодарю вас за внимание.